АПЛОДИСМЕНТЫ Год 2011. Рождение фестиваля «Летний сезон» в Ешкар-Оле. Тогда в стенах Целево-Кокшайского Кремля появилась опера римского Курсакова «Царская невеста». Год спустя другая опера «Борис Гуденов» была показана на фоне Благовещенской башни. После страсти Ромео и Джульетты развернулись на площади Аболинского-Нагадкова. В 2014 году театральная площадка сменила свою локацию и базировалась на Патриаршей площади. Впервые зрители увидели здесь Асмиральду, годом позже триптих Карла Орфа, Кармина Бурана. В прошлом году зрители погрузились в сон «Летнюю ночь». Этот краткий экскурс в историю показывает, традиция проведения театральных постановок в республике устоялась и прижилась. Впрочем, как и место их проведения. Накануне Патриаршая площадь вновь стала гостеприимной для театральных зрителей. «Верни мне то, что я дала, ее в тебе сорву другой». «О нет, как бы она светла, ее на память собраню я». Работа на открытом воздухе – это всегда, конечно, проблема техническая прежде всего. «Художественная составляющая – это несколько иное пространство, которое можно, какой-то спектакль, допустим, играть на фоне ландшафта, на каком-то данном случае, на Патриаршей площади. Это интересно, но технические недостатки есть. Потому что, когда мы работаем в своем театре, в своей акустике, в своей сцене, это всегда более привычно». Почему именно на Иоланту упал выбор постановки этого года? На самом деле, руководство театра всегда контролирует вопрос соответствия постановки с декорациями, коими уже четвертый год подряд выступает здание холдинга ТВ и радио на Патриаршей. Так и в Иоланте. Весь сюжет разворачивается в замке короля Прованса. Именно там живет слепая от рождения, дочь короля, принцессы Иоланта. О своей слепоте девушка не догадывается. Все окружающие всегда убеждали ее, что это и есть норма. И только желание девушки победить недуг, вызванный искренней любовью, помогает Иоланте прозреть. Сюжет, конечно, гиперболичный. Но, возможно, именно сказка помогает отвлечься от реальных жизненных проблем. «Здесь прославляются вечные ценности, любви, света, веры. Это то, что нас вдохновляет каждый день и дает нам хороший стимул для жизни. Она мне очень нравится, лирическая нежная героиня. И мне это близко, правда». Впрочем, уже привычные зрителям архитектурные декорации здания ТВ и радио на Патриарше в этом году было принято решение немного изменить, создав на фоне здания необходимый для постановки цветущий сад. К этому выводу пришел режиссер-постановщик театра, объяснив свою идею просто. Зрителя, даже далекого от театра, нужно заинтересовать. «Интереснее то, что можно приспосабливать мизансцены, задействовать тот объект, на фоне которого происходит наша постановка. Это обогащает, делает интересным и режиссерские задачи, и актерские, чтобы это было красиво, разнообразно. И фон как бы вписывался, или сюжет вникал, проникал в тот объект, на фоне которого это происходит. Это делает спектакль более зрелищным, интересным, и можно задействовать большой объем пространства». «Поздравлять меня, и в первый раз передо мною». Более 40 артистов оперы, 50 музыкантов оркестра, свидетели, костюмеры, декораторы. В этот раз из приглашенных был только дирижер. Вся постановка дана силами нашего театра. Что также имеет значение, сцена принадлежит театру. Три года назад она была приобретена по инициативе главы республики специально для проведения фестивалей «Летние сезоны». А значит, можно с уверенностью сказать, что шестой фестиваль «Летние сезоны» был полностью подготовлен без поддержки соседних, более опытных регионов в театральных постановках под открытым небом. И уже сейчас известны некоторые планы относительно следующего фестиваля. Главное, то, что мы сделаем обязательно, это будет опера «Акпатор» в туристическом комплексе «Раздолье», что в Килимарском районе. Это замечательная луга и вообще совершенно замечательная инфраструктура для туристов и вообще для гостей, которые туда приедут посмотреть эту оперу. Что касаемо второго спектакля, который мы покажем, это уже будет балетный, но уже будет в городе. Мы пока еще, честно говоря, не определились. Есть несколько вариантов. И пусть это немножко будет маленькой такой интригой, тайной. Кстати, стоит отметить, что впервые постановка на «Патриаршию» была дана без антракта. И этот опыт оказался неплохим. Зрители не успели расслабиться и потерять сюжетную нить спектакля. К тому же за время театрального праздника на «Патриаршию» не упало ни капли дождя. Как итог, более полутора тысяч пришедших. Я оперу первый раз смотрела. Но как бы все казалось в жизни, что опера – это так непонятно. Оказывается, это все так понятно и красиво. Ну, и пели очень хорошо, очень понравилось, очень довольны. Понравилось очень. Мы, в общем, завсегдаты этих концертов на фланере. Нравится очень, трупа замечательная. Концерты готовятся очень тщательно. И вот то, что в таких необычных декорациях, конечно, добавляет какую-то изюминку, спектаклю. Но, в общем, впечатления самые замечательные. Очень хорошее впечатление, очень высокий уровень сольных партий и прекрасный оркестр и дирижер. Я горжусь нашим городом, нашей республикой за то, что мы имеем возможность увидеть таких талантливых артистов и в таком хорошем исполнении эту оперу. Редактор субтитров А.Семкин